Чемпионка России Наталья Терехина уже много лет работает тренером в родной спортшколе Тэквондо. Ее ученики блистают но с российской и международной арене. Но путь большой спорт, читает сама наставница, начинается с детских соревнований. Именно поэтому со своими воспитанниками из клуба «Тигр» она участвует в проекте «Время первых» в симбиоз веселых стартов и «Царя горы». Для новичков такие соревнования крайне нужны. Но потому что, во-первых, они еще не выступают в своем виде спорта как профессионалы. У них начальный этап подготовки. Во-вторых, это смена рода деятельности. Это новые эмоции, новые ощущения. Потому что рутина в спорте тоже надоедает. Юные тэквондисты, каратисты, борцы, боксеры и представители КУДО. Время первых на одной спортивной площадке объединил представителей нескольких видов спорта. Не случайно одним из инициаторов проекта стала региональная конфедерация единоборств. Ее руководство считает, что этот проект – один из самых главных в календаре спортивных мероприятий для детей и юношества. С точки зрения КПД незатратности, вовлеченности и тренеров, и спортсменов, а главное их родителей, я считаю, что это самые важные старты. Имея серьезную перспективу как в области, так и на межрегиональном уровне. В программе состязаний проекта «Время первых» – челночный бег, регби на коленках, прыжки на скакалке, приседания, отжимания и многое другое. Причем придуманы испытания не с бухты-барахты, а строго в соответствии с психологическими и возрастными особенностями участников. В первую очередь это пассивность упражнений, чтобы из любого вида спорта они могли поучаствовать в наших состязаниях. Травматизм, который сведен к нулю. И естественно, чтобы люди, которые присутствуют здесь на трибунах, и сами участники получили борю колоссальных эмоций и захотели поучаствовать снова. Самое главное, что это дружеская игра. Больше всего мне нравится там рэгби, когда мы еще выигрываем. Это испытание «Время первых» самое лучшее практически, как Олимпийские игры. Шесть команд боролись за награды проекта «Время первых». Формат поединка – стенка на стенку. И обязательно по Олимпийской системе. Проиграл – выбыл. Жаркие баталии продолжались около двух часов, а лучшими стали семь представителей Федерации греко-римской борьбы. Михаил Рассашанский, Управда ТВ. Шесть! Шесть! Шесть!